Бюджет Южно-Сахалинска на текущий год претерпел первые изменения. Их утвердили на очередном заседании Городской думы. В финансовом документе, принятом на излете 2023 года, уточнили доходную часть. Ее увеличили на 538 миллионов рублей за счет областной субсидии. Поступившие средства распределяют на социальные нужды горожан. Какие именно, знает моя коллега. Поправки в городской бюджет выручат целый ряд сфер. Свыше полумиллиарда рублей пойдет на образование, социальную защиту детей, ремонт дорог. И это не полный список. В частности, большую часть средств потратят на развитие коммунального хозяйства. Это 260 миллионов рублей. Кроме того, в списке расходов, газификация частных домов и переселение из аварийного жилфонда суммарно почти на 100 миллионов. 70 миллионов направлены на компенсацию родителям, чьи дети ходят в детский сад. То есть, они стоят на учете, но у них сейчас нет очереди. Соответственно, они отправляют ребенка в детский частный сад и ему компенсируют эти затраты уже администрация города. Выход из проблемы, сложившейся в Новоалександровске, утвердили городские парламентарии. Воздушные линии электропередач в СНТ «Путейц», построенные еще в 90-х годах силами садоводов, пришли в негодность. Содержать их самостоятельно резиденты товарищества не могут. Чтобы сохранить жителям электричество, депутаты приняли линии в городскую собственность. У нас порядка 250 СНТ. И, наверное, в среднем 3-4 километра у каждого СНТ этих воздушных линий. И в значительной части они все практически в негодном, либо в очень плохом состоянии. И такая тенденция о том, что линии электропередачи будут передаваться на балансы города Южно-Сахалинска, наверное, в скором времени будет носить массовый характер. Еще одним ТОСом в Южно-Сахалинске станет больше. Он получит название «Пограничная 36». За его создание депутаты проголосовали на очередном заседании. Это уже 110-е по счету территория общественного самоуправления в областной столице. В границах территориально-общественного самоуправления предусматривается один многоквартирный жилой дом, расположенный по улице Пограничной 36. Схема границ и описания прилагаются к проекту. В ходе 69-го заседания городской думы Южно-Сахалинска депутаты рассмотрели 13 вопросов. Юбилейная 70-я сессия состоится в конце марта. Предварять ее будет работа пяти постоянных комитетов. Дарья Янченко, Влад Французов, Александр Тютюнников, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ.